Мы находимся в Орловской области, в Новодеревенковском районе, в село Пань. Готово. Расскажешь, как сегодня прошло? Ну, такая здоровая фигня. Я могу сказать, что у нас все отлично. У нас есть особенный план, которого мы придерживаемся. Парень, как там, что там делится, не знаю, но, то есть, не мне не надо платить 500 тысяч сразу, да? Ты будешь вопрос задавать? Ну да, а то бишь и ты честь. Здорово. Не будет, да так же, как предыдущий, плохо откидываться, соответственно, с ним все будет топчик. Я даже не знаю, что я могу там сделать, чтобы он плохо откидывался. Это площадки для крепления основных уже вещей, таких как смарт-антенна, радио-антенна, вспомогательная ГНСС-антенна. Вот у нас в сочлененном тракторе смарт-антенна монтируется перед а у обычного трактора. У нас в сочлененном тракторе там, сзади она монтируется. То есть суммарно две антенны, да, получается, устанавливаем? Три антенны. Смарт-антенна, вспомогательная ГНСС и радио-антенна. Ну, наверное, датчик у вас, наверное, вот, нет? Да, 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 да. Это с тягами, наверное, да? Нет, так не было. Не было тяга. С смарт-антенны крепятся на болты, радио и дополнительные ГНСС на магнитах ставятся на установленной площадке. В комплекте у нас, ну, основной, там, дисплей, кронштейны крепления в дисплее, комплекта кабелей, проводов. Это инерционная датчика два поворота. Это у нас антенна чего? Это дополнительная антенна ГНСС. А вот это радио-антенна. Если поправки, то тогда будет приниматься по радио. Максимум у нас разброд здесь десять километров, максимум. Ну, ее это, ее бывает ставят на какую-то мачту, на какую-то, да, невысокую. Тогда она будет добивать, да. У нас есть, например, вот это или советское, мастерское. Главное, иметь в виду, что там уже нужно питание. Угу. То есть, нужно аккумуляторы как-то туда и сжать. Угу. Угу. А как, еще раз, вот эта вот история работает? Зачем симка нужна? Да. Автопилот работает только с поправками РТК. Угу. Для того, чтобы принимать поправки РТК, нужно или интернет, через интернет принимать, либо по радиосигналу от переносной или специальной станции. Уносной датчик угла поворота с исчлененным трактором устанавливается на заднюю площадку, на заднюю поворотную раму. На горизонтальную, на заднюю поворотную раму. Вот мы его установили таким образом. Было два отверстия, как раз подходит нам по размеру. Поставили на эту площадку. Село основано по разным меркам, там, в 800-х годах, 1800-х. Кто-то говорит, что намного раньше, там, в 1600-х. Ну, в свое время, конечно же, здесь крепостное право были помещики. Нас это тоже не обошло стороной. У нас здесь тоже был помещик. На базе его помещичего Кремля, на базе его конюшен, складов. Вот сейчас, допустим, у нас стоит бастерская наша базовая. И, в основном, дальше это все руины. Что мы сегодня делаем тут у тебя? Сегодня мы на наш трактор, крайний, Versatile 2375, канадской сборки, трактор. Наконец-то устанавливаем автопилот на данную машину. Автопилот у нас с электроприводом. Автопилот от компании Agrosturman. Мы предложили, ну, просто, считаю, выгодное решение, типа, по подписке за 99 тысяч в год поставить автопилот. Как бы продемить его перед этим целую неделю даже. Я говорю, конечно, без проблем. Все, законтрактовались. Вот вы к нам приехали. Автопилот ставится. Сейчас на днях будем его тестировать. Буду работать в поле на нем с диской-браной там. Ну, в общем, все увидите на моем канале. Да, пойдем прогуляемся по хозяйству. Вот здесь немножко ниже был винный завод, по-моему, тоже помещика. За сушилкой там, за дорогой. Мы сейчас пройдем на это место. Вот. Недавно приобрели себе наконец-то конвейнерную сушилку. Вот она у нас стоит. Конвейнерная, да. У нас была шахтная, но она как бы остается быть. Но мы занимаемся кукурузой. И на шахтной сушилке кукурузу очень тяжело сушить. И невыгодно, так сказать. Вот. Была приведена вот такая. Еще не эксплуатировалась ни разу. В этом году будет только... Это вот она? Вот сама зерносушилка. Ага. Да. А это проветриваемое оповещение, так сказать, для зерна. В последнее время, да, очень много облагораживаний произошло. Вот. Особенно в 2021 году, когда был подъем вообще такой, знаешь, цен на зерно, на все. Там пшеница стоила 19-18 рублей. Вот. Мы тогда там замахнулись. Комбайнов новых купили, техники накупили. Ну, в 2022 году произошло то, что произошло. И сейчас немножко все так подосело. Но сейчас вот более-менее в этом году что-то начинает вот выравниваться. Там рабсцена растет. Пшеница тоже как такое, как колеблется. А вообще по структуре пассивных площадей как у вас организовано хозяйство? По севообороту, в смысле? По севообороту. Ну, вообще. Как и что выращиваете? Выращиваем зерновые. Это, получается, азимы, яровая пшеница, ячмень, овес, рапс. Масленичные такие культуры. Ну, рапс. Редьку масленичную начали два года уже как выращивать, получается. Подсолнечник, кукуруза, горох. Много чего. Угу. Нашу деревню, знаешь, так неловко все называют, типа, всякую экзотику, говорит. Сеют, ребята. У нас здесь и люпин был, и лен был, что по цели мы сели. От гречихи, слава богу, ушли больше не 7 гречихи. Очень слава богу. Ну, не нравится. Она сама по себе, не знаю, может быть, у нас семена все время были плохие, но урожайность маленькая, вес сама по себе тоже маленький. Затраты ты туда вкладываешь, и удобрения кидаешь, и потом гербицидами льешь ее потом, если ты не валишь, убираешь напрямую, ее надо просушить, опять же, адекватом пролить, просушить. Затраты несоизмеримые потом с прибылью, с выхлопом. Ну и плюс, она как бы молотится очень тяжело, комбайну тоже очень так тяжело достаточно. Короче, нерентабельная именно для нас культура. Мы добавили на этот год 100 гектар гороха и добавили 100 гектар рапса, чтобы вообще точно уже закрыть площади, которую мы раньше под гречку закрывали. Ну и еще редьку масленичную добавили, поэтому теперь... А сои вообще, что думаете? Сои был тоже опыт, ну как бы неплохой. Единственное, что беспокоит в ней, то, что это уборка поздней осени. У нас она приходится на октябрь, по-моему, где-то. Вот мы убирали сою, не понравилось, не убираем больше сои. Ни разу не видел, на самом деле, как он. Рапс? Вот, да. Вау, прикол. Рапс – промышленная культура. Ну, кукуруза феноменальная штука, на самом деле. Очень прикольная. Практически ничего для себя не требует. Кинули сложных удобрений, посеяли. Даже в этом году мы ее не подкармливали. Гербицидом прошли от сорняка, и все, она растет. И до осени, до глубокой, мы про нее забыли. И она нас не беспокоит, так же, как и подсолнухи. Вот. Единственный плюс этих культур – ты их посеял, весной обработал, и они дожидаются у тебя в поле, пока влажность не подойдет нужной для уборки. Вот. Наша старая весовая. Вот так выглядит. Тоже еще советских времен весовая. Сталась после колхоза, так скажем. Вот. Дальше пойдем. У нас, получается, три новых ангара. Поставили мы тоже за последние пять лет. Вот три ангара стоит. По две с половиной тысячи тонн зерна сюда входит. Вот. Раз, два, три. Бескаркасный ангар. У нас в Орле делают, насколько я знаю, два подрядчика таких ангаров. Вот. Один из них делал нам. Вот. Вот такая здоровая фигня. Чем она удобна? Ну, ни столбов нету, как в старых советских складах. Ты заехал, без оглядки взял этот ковш на телескопе, вышел, выгрузил. Ну, или же здесь уже, когда половина отобралось, камазик заезжает сюда, прям внутрь. Он может спокойно развернуться. Ну, как гласит практика, его надо бы еще выше набивать зерна. Ну, это надо телескоп мощнее. У нас слабенький телескоп, пока санкции, все дела. То есть, ну, ценники бешеные сейчас на все. То есть, мы хотели бы взять, конечно, помощнее, но пока нет. Кстати, к слову, про бешеные ценники. Да. И хорошее предложение наше. То, что оно как раз сохраняет деньги, по сути, людям. Да. Которые… Ну, вот опять же, да, как бы… На самом деле, вот у вас маркетинговое такое решение хорошее, то, что… то есть, мне не надо платить 500 тысяч сразу, да? Угу. Вот. И это, на самом деле, подкупает, в отличие от других, как бы, контор, которые, там, сначала попросит тебя, там, миллион за автопилот, и ты, условно, там, ну, абы как можешь договориться на рассрочку пополам, разбить этот платеж, там, после уборочной и, там, до Нового года. Вот. Здесь же, видишь, как все просто. Вы приехали. 99 тысяч в год. Пожалуйста, как бы… На самом деле, это, ну, для такого нашего хозяйства по карману это бить, как бы, не будет, потому что это средняя цена, там, автопилота на тот же класс, подписка за год. Вот. Плюс еще надо понимать, что с рублем происходит, то, что… Да, вообще непонятно, что с ним… Да. Куда он завтра скаканет… Он круглый, он крутится, и все. Вертится, там, по-своему, все. Храм, храм Святой кроется. В свое время отец начал стройку храма, ну… в свое время, опять же, это не всегда. Храм в свое время был взорван, но, опять же, кто знает, что-то с ним было. Ну, скорее всего, взорван, потому что взорвали. Очень красивый. Да. Храм… Храм красивый. Вот, забор за последние годы вот доделывается. Здесь все плиткой уложили тоже со временем. Сначала дорожки и так далее. Вот домик, который планировался для батюшки с матушкой, который, может быть, разбред. Но, в итоге, отец сам стал батюшкой. О, ничего себе. А, это, возможно, я видел твоего отца с бородой. Да, да. А, ничего себе. Это он вот такой с лопатой, да. Вот как идем. Я думал, откуда здесь перобряться? Я думал, только на Алтае остались. Вот. И, да, батя стал священником, отучился пять лет заочно в курске. Да ладно, пять лет. Представляешь, 50 лет учиться пойти. Это очень круто. Они с ума сходили там все. Ну, видно, что прям очень красиво. Вот. Женщины здесь все цветочками усадили. Все красиво стало. Вот так. Давай, ребят. Сможем посмотреть внутри? Посмотрим. Наверное, закрыт. А тот, кто нам его должен открыть, он... Мы его с тобой видели, когда вангаршили. Нет. Вот там, вот там. Зал. Нет. Алтарь тоже, по-моему, ручная. Работа нарезку. И фресками все расписано, вот, женщина расписывала. Ну, видно, значит, не знаю, прикольно то, что видишь трещины по фреске с крестом идет. Ага. И вот где-то вот в этом месте крыша проседала как раз. Ага. Вот. Ее уже начали расписывать, потом крыша просела, что-то треснуло. Может, фундамент просела, не знаю, посадку дал. И вот речи на это вот осталось. Вот. Промерим? Да. 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 Я правильно ведь понимаю, что это в цепарте у нас. Верно? Верно. Верно. Где, ага, наброс. Город, это вален tan. Куда involve поставить станцию. А, хорошо. На tiren не разрядился. Да, надо случайно залезть до нее на крышу, поставить. Вот где? Да, и он даже не устал. ну расскажешь как сегодня прошло солнце не щадило совершили монтаж электрического автопилота агроштурмом е1 так что установлен установлен инерционный датчик угла поворота при на трактор сочлененный устанавливается на задней поворотной раме в данном случае вот на этой площадке мы его установили далее на крыше установлены три антенны от нас смарт-антенна мс-5 радио антенна и дополнительных гнсс антенна радио антенна необходим для того чтобы принимать ртк поправки по радио а зачем так много антенна вообще нужно это чтобы принимать поправки это для ну ловить спутники а дополнительно до дополнительные вспомогательное направление собственно дает в кабине установлен дисплей на штатных данном случае кронштейн трактора и используем штатного крепления так электромотор с рулевым колесом кронштейн противоротационный кронштейн так ну собственно все с проводкой сегодня нас было да какая-то необычная ситуация проводкой немножко кого отказался кабель до антенны пришлось немножко да сейчас ехали иван сказал что чуть тяжелее крутится руль сам это стандартная история я сейчас исправлю а да просто чуть подослабить вот эту гаечку подослабить все решается легко и просто супер ну вот ослабишь и он будет нормально это либо еще одну эту нужно шайбу или просто не докручиваешь и она свободно будет а это на и притянула получается немножко так сейчас дальнейшие наши действия это калибровка трактора и проверка обеспособность тогда приступаем к калибровке держись держись О, вроде попадает свет Все, ништяк Давно не слышал этого слова, кстати Дальцем ездим, мы еще подошли Выше, 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 поднимай, выше, поднимай Выше, поднимай Заходи, пойдем Вот сыры И невероятные пирожки Все реально вкус просто замечательные Вот эти вот они, и вот эти вот А это вот зреет пока А расскажите, как вы их делаете, если не секрет Если это не коммерческая тайна у вашего производства Ну а сколько процесс занимает по времени? Вы скажете? Ай, ладно Можете показать, пожалуйста? Да, это вот качота Качота с пожитником Туда добавляют вот эти семечки Которые дают ореховый запах И в магазинах продают сыр Грецким орехом, он называет А грецкого ореха там как такового практически нет Это пожитник А пожитник это что такое? Я просто первый раз слышу Семена, они очень полезные, кстати Да, их надо Ну в интернете можно посмотреть Они полезные Они такие Типа горчицы Только продолговатые Вот Так, ну супер Ну что расскажешь, Антон? В каком хозяйстве ты трудишься? Что ты делаешь? Какая у тебя функция? Работаю в КПХ Кропинская 2 То бишь в своем хозяйстве Работаю на чем придется На что посадят Комбайн Сейчас в данном моменте В данный момент работаю на комбайне Тором 785 Убираем рапс Вот А далее Может быть Дисковать отправить Не знаю Посмотрим Ну что с сего оборота По сего оборота Я могу сказать Что у нас все отлично То есть мы У нас есть особенный план Которого мы придерживаемся Допустим В Excel мы создаем таблицу Да? По сего оборота Пишем название полей Гектары И культуры Данные культуры Которые будут На этих полях Хотелось бы побольше сеять Гороха с рапсом То есть такие прибыльные культуры Вот Но для этого Нужна сушилка Особенно для гороха Чтобы раньше выезжать Чтобы были Меньше риски Того что он осыпется Потому что Уже был опыт С тем что просто Чуть-чуть опоздали Да? И все Горох прибило к земле Ливнем Дождем И Плачевный исход от этого А вы что думаете Конкретно за всякие Различные решения Типа Астопилотов Агронавигаторов Вот такие вот вещи Честно Я считаю Это очень нужно Очень помогает Да Особенно Блин Как сказать У вас особенно в севе При посеве При посеве Поливе Распределении Внесения удобрений Неотъемлемая часть Я считаю Ну насчет комбайнов Я не знаю Это вообще уснуть можно А вот Насчет вот Дискации Культивации Того что я перечислил До этого Естественно Это обязательно Супер А у нас такой регион Орловская область Да Что вот тут В принципе Снег сошел Снег начинает Таять наверное В апреле Но сейчас погода меняется Я вот просто На своем опыте смотрю Вот каждый год мы все позже И позже выходим в поля И Это очень интересная информация Да Погода становится непредсказуемой